Давай мы сейчас с Одессой и начнём. Давай. Ну, я только повторюсь, что, на мой взгляд, вот та революция, которая случилась в начале XX века на территории бывшей Российской империи, она, в общем, повысила в значительной степени мобильность, сломала все сословные рамки, и национальные черты оседлости сломала, и всё. Всё это разрушено оказалось, и началось вот это вот великое бурление людей, их перемещение по всей территории тогдашней империи, бывшей империи. И в результате, конечно, очень сильные изменения претерпела русская культура, русскоязычная культура, скажем так. И после революции большую роль стали играть в ней, конечно, выходцы из Одессы. Это все знают. Газета «Гудок» знаменитая, там редакция, где и Катаев работал, и Петров, и Олеша, и многие другие. Вот. И оттуда вышли огромное количество людей. Потом Одесса долгое время же была форпостом белой миграции, до тех пор, пока красные не сбросили белых в Черное море. И там тоже долгое время в течение всей гражданской войны жил Бунин, например. Ну да, окаянные дни. Да. Вот. Поэтому она неизбежно была, конечно, очень важным фактором, который влиял на формирование русской культуры, русского языка и так далее. Я думаю, филологи лучше меня расскажут о влиянии, например, одесского языка, в котором сильное влияние идиш было, конечно, на формирование современного русского языка. Мы теперь говорим у меня, я имею вопрос, да? Хотя надо говорить, у меня есть вопрос. Я имею и хаба фраги, это же немецкая рамка, она же из идиш пришла. Вот. Поэтому это... Мы даже не понимаем, мы говорим на том языке, который нам сделали в 20 веке одесситы. Даже Путин, который, так сказать, любит всякие же организмы вставлять, он же говорит на языке, придуманном в Одессе. Понимаешь? Вот. И это город, который, ну, просто настолько часть русской культуры, что если его убрать, все влияние одессы исключить, я уж не говорю там про музыкантов Шкорова, Столярского, да? Оестров, Гиллерис, Рихтер, там, и так далее, и так далее. Причем это же не только евреи, это вот Рихтер, немец, например. Вот. И так далее. Утесов, как фактически основатель советского джаза, да? Вот. Я уж не говорю, сколько фильмов про Одессу. То же самое, последняя ликвидация, да? Это же все вокруг этого, вся эта одесская романтика там накручена и так далее. Не-не-не, не понимаю, не понимаю, как можно, так сказать, так жестоко, так безжалостно стрелять в Одессу, которая с точки зрения... Ведь они же все время путинисты, идут под знаменем защиты русской культуры. Это все равно, что стрелять в Петербург. С точки зрения русской культуры, это все равно, что стрелять в Петербург. Вот прям в Зимний, в Эрмитаж, в Исаакиевский собор, в Казанске. Это то же самое. Вот по влиянию, так сказать, на русскую культуру, там, Пушкин и там, и там жил. И в Одессе, и в Петербурге. Я жил тогда в Одессе пыльный. Ну, слушай, ну, а эпиграмма на Воронцова из-за того, что тот за жену уступился. Ссылка на Кавказ, от чего произошла. То, что он там набедокурил в Одессе. Ну, слушай, ну, то, что Пушкин и Одесса, это уже, так сказать, банальность. Там есть масса других всяких. Я же говорю, тот же Бунин. Ну, это же Бунин, это же творец русского языка 20-го века. Это же, так сказать, первый Нобелевский лауреат в российской словесности. Даже Лев Толстой не получил Нобелевское время, а Бунин получил. Понимаешь? И что? Вот что мы будем делать с этим? Вот Путин говорит, что он защищает русскую культуру. Он разбомбил ни синагогу, ни лютеранскую кирху, ни мечеть. Он разбомбил Свято-Преображенский кафедральный собор Рыской Православной Церкви Московской Патриархии. В городе Одессе. Ну, куда это? Ну, это в какие рамки? Это вообще что такое? Защитник русской культуры. У тебя в башке есть что-нибудь про русскую культуру? Ты хоть одно стих выучил в своей жизни? Ты хоть одну книжку прочитал по русской культуре? Добил. У тебя, так сказать, главный музыкальный авторитет – это группа любые, да? Да. Какую русскую культуру ты говоришь? Животное. Ну, кого ты защищаешь? Ты и русская культура. У тебя дальше Гергиева русская культура не двигалась никуда. А Гергиев одного Вагнера играет. Неужели? Ну, сейчас посмотри. У него, так сказать, в Мариинском театре один Вагнер один. Я, честно говоря, не следил за репертуаром господина Гергиева. Ну, охотно верю. Это же ведь не случайно, понимаешь? Оно же, может быть, они и не думают, но эти параллели же напрасываются. Вот в какие исторические моменты почему-то хочется играть Вагнера. В таких настроениях душ. В таком накале национализма. Вот как-то вот гибель богов вспоминается. Ну, хорошо. А ты не допускаешь, что на самом деле им абсолютно по барабану? Да, конечно, по барабану. Господи, это же все болтовня. Ну, слушай, ну где Путин и где русская культура? Ну, сам посуди. Где русская культура и где тот хороший мальчик русский, который нажимает на гашетку и запускает ракету? Это у его учительницы литературы, надо спросить. Чему она его учит? А если вы его учительницы литературы? Конечно, о чем дело? Дело в том, что можно же ведь учить на многих вещах. Можно мальчика, который нажимает на гашетку. Это вообще, так сказать, не предмет для обсуждения. Для него это компьютерная игра. Для него это компьютерная игра. Поэтому речь идет о тем, кто дает команды нажимать на гашетку. Понимаешь? Я вышел из зерновой сделки и поскольку он понимает, что атаковать в море, в нейтральных водах кораблей, это типа нарушение всех конвенций и чревато для него. Понимаешь, с чем дело? Я тебе сейчас попытаюсь объяснить. Вот смотри. Путин, Россия, от морской торговли зависит значительно сильнее, чем Украина. В конце концов, хрен с ним, с этим зерновым экспортом. Да, предположим, его не будет вообще. Все равно это, конечно, хорошие деньги, но это не такие деньги, которые, так сказать, критичны для Украины. В конце концов, так сказать, добавят денег ее европейские и американские союзники и обойдется она без зернового экспорта. Тем более, что зерновой экспорт все равно продолжается через Дунайские порты, железная дорога и так далее. А вот если симметричные меры примут в отношении российской морской торговли, а мы знаем, что 80% всей нефти экспортируется из России морем через Балтийские и Черноморские порты, то удар по финансовому здоровью российской экономики, прежде всего российского бюджета, будет нанесен смертельным. Смертельным. Вот, например, если начать топить танкеры, которые идут в Новороссийск, а не из Новороссийска, то есть пустые. Никакой экологической катастрофы не будет, потому что они пустые, нефть не разольется. Танкер не оснащен системами ПВО, и поэтому его можно сбить любым беспилотникам. Байрактар – идеальное средство для потопления любого танкера. И достаточно потопить 1-2 танкера, чтобы страховые компании просто перестали струховать такого рода маршруты и такого рода суда, идущие в российские порты, и все. Все. Вывозить нефть нечем. Причем так на всякий случай заодно и 80% казахского экспорта остановится, поскольку он тоже идет через Новороссийск. Понимаешь? Вот в какую игру он играет, этот хранитель русской культуры? Вот он объявил, мы будем рассматривать все суда, идущие в Одессу, как потенциально перевозящие оружие. Ну, тут и танкеры точно так же можно рассматривать. Ну да, суда, которые будут идти к берегам Украины, в украинские порты, глядишь, вскоре будут эскортироваться, скажем, судами турецких военно-морских сил. Такой же вариант вполне возможен. Ну, я не знаю, это Эрдоган или нет, но дело в том, что... Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что если ты грузишься зерном в каком-то в устье Дуная, да? Я не знаю, какие там... Дунай, по-моему, так и называется. В Измаиле где-то, да? Вот. Тебе для того, чтобы зайти в румынские территориальные воды, надо было проплыть, там, не знаю, 300 метров. А в румынских территориальных водах Путин атаковать никого не будет, потому что это уже нападение на страну НАТО. Ну да, потом болгарские территориальные воды. В водах Румынии, потом в территориальных водах Болгарии, а потом в территориальных водах Турции. И у тебя никаких проблем нет. А для того, чтобы танкером приплыть в Новороссийск, тебе надо выйти в нейтральное воду, где атаковать тебя может. Поскольку ты не нападаешь ни на НАТО, ни на что. Ну вот. Да, ты какую-то там конвенцию, там, в свободе соноходства нарушаешь, но ты скажешь, извините, а этот гражданин что делает? Что это за разговор там? Я не... Почему он бомбит Одессу? Порт Одесски. Я не понимаю, как это называется вообще. Что это такое? Для чего ты это делаешь? Какое оружие? Ты зерновые терминалы разбиваешь. Ты зерном. Ты рассказываешь о том, что вот Африка зажбыхается от голода, и при этом бомбишь 60 тысяч тонн зерна, так сказать, сжёг. Это как? Накануне, кстати, саммита, который на этой неделе должен быть, Россия, Африка, Петербурге, 27-го, 28-го. Логика совершенно сногсшибательная. Накануне саммита, над созывом которого вместе с товарищем, господином Лавровым, ты работал там, наверное, целый год. Вот Лавров-то он по Африке разъезжал и разные ожерелья себе на шею периодически увешал на встречах с африканскими лидерами. И вот теперь они туда приезжают, а им говорят, вот, ребят, вам замечательный подарок. Так, по случаю саммита, всё, зерна не будет. Ну, слушай, ну это вот какая-то дичь полная. Я вот не понимаю, ну окей, тебе не получается экспортировать зерно из Новороссийска. Ну, экспортирую из Петербурга. Что тебе не даёт? Что ты всё ходишь и конючишь? А что это за разговор? Включите аммиака-провод. Ты воюешь со страной. Но по её территории должен до самой Одессы течь твой аммиак, который ты будешь продавать назад. Это как? Ну, это как вообще? Мало того, что ещё газ течёт, да? Ещё и аммиак давайте запустить. И как-то вот и возмущается, что говорит, а вот вы не выполняете каких-то условий зерновой сделки. Бред. Не, я не понимаю. Ну, слушай, я же не пытаюсь искать логики в действиях Путина. У него, так сказать, хаотичный менеджмент, как известно. Да, как говорил старик Мюллер, да, невозможно найти логику в действиях непрофессионала. Помнишь? Да, не понимаю. И возможно найти логику в действиях идиота. Вот. От непрофессионализма до идиотизма один шаг. Ну, непрофессионализм. Слушай, все политики по определению непрофессионалы. Не бывает профессиональных политиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok